Улица Победы, раннее утро. Коммунальщики выходят на тропу войны с непогодой. За порядком здесь следит та же организация, что и ремонтировала дорогу. Такое обслуживание по контракту жизненного цикла в рамках нас проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продлится три года. Рабочие расчищают снег, посыпают пешеходные дорожки реагентами. Идет образовальные наледи. Подрядчикам усилены работы по содержанию тротуаров, по обработке тротуаров антигололедными средствами. Порядок наводят по всей Самаре в усиленном режиме. За минувшие сутки на дорогу города работали около 600 единиц спецтехники. Откачали почти 800 кубометров воды. Потратили больше 200 тонн бионорда – противогололедного порошка. Темпы работ не снизят и в ночь. Хорошо, что-то делать, конечно, чтобы не было наледи. Пусть посыпают реагентом, конечно, чем падать на каждом шагу. На коммунальщиков, надеюсь, оно и сам не плашай. Чтобы избежать травм, важно правильно подобрать зимнюю обувь. Сапожник в седьмом поколении Егор Козырев раскрывает секреты, как сделать правильный выбор в магазине. Берем обувь, прижимаем ее к плиточке и видим тот эффект, что мы никуда не двигаемся, она скользит по плитке. И берем резиновую подошву. Видим, что я уезжаю. Популярные в интернете лайфхаки, например, наклеить на подошву пластырь, говорит обувной мастер, бесполезны. Зато эффективны так называемые ледоступы, антискользящие подошвы. Их надевают прямо на сапоги. Зима в этом году свой капризный характер менять ненамеренно. И чтобы не оказаться в травмпункте, к этим советам лучше прислушаться. Мария Левина, Николай Сидоров, События.